Пожар 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 Одна резервная группа сейчас работает в Устивановской школе, другая вот в этом отделении детского сада. Небольшое помещение рассчитано на 10 ребят. Как говорят воспитатели, если будет необходимость, постараются принять и больше. Но необходимости в этом сейчас нет. Родители детсадовцев с пониманием отнеслись к проблеме и многие постарались пристроить своих чат у родственников. Сегодня в ясельную группу привели только трех малышей. Ну, ожидали мы, конечно, больше ребятишек, но так как со вчерашними событиями родители всех обзвонили, всех попросили, что у кого есть возможность остаться детям дома, с пониманием пришли, оставили детишек, то у бабушек, то у дедушек, как говорится. И вот только те детишки, которым некуда действительно было сегодня пойти, пришли сюда к нам. Родители воспитанников не только с пониманием отнеслись к возникшей проблеме, но и всячески помогают ее решить. С самого утра они вместе с сотрудниками детского сада разбирали завалы, вывозили уцелевшую мебель и инвентарь. Как признается Наталья Жарикова, пожар в детском саду объединил всю Устивановку. Женщина, у которой сюда ходит дочка, пришла, чтобы помочь оттереть от копоти уцелевшее помещение. После того, как группы приведут в порядок, здесь планируют возобновить занятия. Я такой человек, что я не могу не откликнуться на беду. Это не просто наша общая сельская беда. Ну как не прийти? Вчера, когда мы узнали об этом, мы уже приехали сюда. Хоть помочь ничем не смогли, но вдруг что-то надо. Мы с мужем сразу на машину и приехали. В начале июня детский сад в Устивановке должны были закрыть на плановый ремонт. А уже в декабре ребят собирались перевезти в новое здание, которое строится в нескольких кварталах от этого места. Новое дошкольное учреждение на 120 мест. Пока готово на 60%. Ну как известно, что с декабря 2018 года у нас стартовало в селе Устивановка строительство нового детского сада современного на 120 мест. Сейчас ведем переговоры с подрядчиком-застройщиком с той целью, чтобы ускорить процесс строительства и ввода в эксплуатацию данного здания. Значит, детский сад по плану у нас было ввести 15 декабря 2019 года. Ну сейчас, думаю, на месяца полтора мы этот график форсируем. Уже через 10 дней в Устивановском детском саду должен был состояться большой праздник, очередной выпускной. Специально к этому мероприятию здесь подготовили памятные альбомы, подарки. По счастью, в отличие от старого здания, в огне они не пострадали. Праздник все-таки состоится. Тем временем сельчане и сотрудники детсада надеются, что осенью у них будет еще одно радостное событие – переезд в новое здание детского сада. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.